Девушки, сегодня у вас очень нежный образ, так и хочется завалить вас комплиментами. Заваливай, спасибо, это очень приятно слышать, но я считаю, что лучший комплимент в твоем исполнении – это вкусный кофе, согласна? Конечно, Ибрагима кофе – лучший комплимент. Все как обычно. Ну, ты приступай, мы тебя пока не будем отвлекать, и предлагаю всем вместе поделиться самыми горячими новостями с нашими телезрителями. Да, это отличная идея, в таком случае я начну. Бренд Balenciaga выпустил специально состаренные кеды в ограниченной лимитированной версии, их всего 100 пар. Идея директора бренда Демна Гвасалия в том, чтобы они специально имели заношенный, потертый вид, выглядели ветхими, рванами, и эти состаренные Balenciaga можно купить за 1850 долларов, в то время как обычную версию этой модели можно приобрести в три раза дешевле за 625 долларов. Ты знаешь, мне кажется, что ни один адекватный человек, ну, во-первых, не купит за такую стоимость, ну, а во-вторых, мне кажется, это ужасно некрасиво. Честно говоря, даже бесплатно я бы такое не примерила даже. Камила, напротив, я сейчас смотрю на свои кеды, и мне кажется, они дорожают. Хотелось бы тебе. Модный бренд Gucci начинает принимать платежи в криптовалюте, в некоторых розничных магазинах. Это примерно около 10 видов криптовалюты, в том числе и мемная криптовалюта DoggyCoin, которая изначально создавалась как прикол. Ты приходишь в магазин, тебе дают ссылку на оплату, и ты переводишь. Кроме Gucci, из модных брендов криптоплатежи принимает также Off-White и Philip Play. Мне кажется, мы так далеки от всего этого. У нас еще не во всех магазинах есть электронная оплата, да, оплата с карты, поэтому, когда мы до криптовалюты идем, вообще неизвестно. Наверняка за этим будущее, так что в скором времени ждем, да? И в кофе можно будет покупать за криптовалюту. Ты будешь бы подороже кофе свой продать. У меня такая новость. Режиссер Кирилл Серебренников снимает фильм о писателе Эдуарде Лимонове. Картина получила название «Лимонов. Баллада об Эдичке». Главную роль исполнил Бен Уишоу, звезда фильма «Парфюмер. История одного убийцы». Работа над фильмом продолжается в Европе, и Серебренников покажет первые кадры нового фильма в Каннах. Кстати, премьера состоится в 2023 году на Домск кинофестивале, и хочу напомнить, что Каннский кинофестиваль в этом году пройдет с 17 по 28 мая. А Кирилл Серебренников представит свою картину «Жена Чайковского». Надеемся, он соберет свои награды. Этот фильм мы тоже очень ждем. Сегодня я планирую делать особенный кофе, поэтому немножко отвлекся. Но новость тоже очень интересная. Валерия Гай Германика продает на «Авито» свой фильм о бойце ММА Александре Емеляненко за 50 миллионов рублей. Каких-то жалких. В описании говорится, что уникальный запрещенный фильм был снят в 2020 году. Это самый скандальный кинопортрет спортсмена, которому на закате своей карьеры предстоит сразиться с главным соперником, самим собой. Это, конечно, безусловно, легендарный спортсмен, но за такую сумму я бы фильм не приобрела. Как минимум, потому что я, к сожалению, не обладаю. Да и, в принципе, мне кажется, цена все-таки завышена, согласитесь. Вот у меня такая новость. Портрет знаменитой легендарной Эмролин Монро Энди Уорхола продали на аукционе тоже за баснословную рекордную сумму 195 миллионов долларов. Эта работа Уорхола стала самым дорогим произведением 20 века, проданным на аукционе. Очень интересно, кстати, что художник никогда не видел легенду вживую, то есть они не встречались, но он посвятил ей целую серию портретов. Прямо она его вдохновила. У нас сегодня какие-то финансовые новости. Ну вот моя тоже недалеко отошла. Я думаю, что все уже слышали про новость, что Павел Дуров присоединился к компании шейха Объединенных Арабских Эмират по спасению мира от голода. Один миллиард обедов по сбору средств на еду для нуждающихся в 50 странах мира. Он купил какие-то скромные 12 миллионов обедов для компании. И бизнесмен надеется, что благотворительный проект привлечет как можно больше участников и поможет полностью избавить человечество от голода. Очень благородные цели. От цифр переходим к вкусникам. Все как мы любим. Фестиваль пирогов оказывается проводиться не только в Северной Осетии. В Подмосковье 15 мая отметят Международный день семьи. И по традиции участники фестиваля представят лучшие рецепты. Интересно, кто-нибудь из Осетии там будет представлять наши эстинские пироги? Я более чем уверен, что они просто будут лучшими в этом фестивале. И очень интересно увидеть, как мужчины будут помогать женам. Наверное, сядут такие типа... Вкусно, невкусно, да? Конечно. Настоящая дегустация. Ну что ж, мы тоже решили не оставаться в стороне и отметить этот праздник вместе с гостями нашей студии, известными в нашей республике артистами Валерием Поповым, народным артистом нашей республики, и Анжеликой Тердовидянц, также народной артисткой нашей республики. Здравствуйте. Очень рада вас видеть у нас в гостях всегда. Добрый день. Праздник у вас. Спасибо. Каким? День семьи. День семьи. Международный день семьи, да. Вы когда-нибудь отмечаете в подобной празднике День семьи, любви и верности? Нет, только если международно тогда отмечают. Отмечаете? Как, например? Дружба народов никому не помешала. Да, мы дружим. Нет, ну их несколько в году. Я что-то уже запутываюсь. Я помню, в августе есть. По-моему, даже... Это День семьи, любви и верности. А в мае вот я не знаю. Мы все знаем. Какое число? 15-го. 15-го. А, ну то есть... Повод есть. Майца будем до августа. Повод есть. Как-нибудь проживем. Наверняка у каждой семьи, согласитесь, есть какие-то маленькие свои собственные традиции, которые они сами создают. Вот в вашей семье есть какие-то традиции? Я первая. Пожалуйста. Традиция у нас на праздники делает меню, то есть составляет меню и готовит его Валера. Вау, круто. Идеально. То есть получается праздник, но я не скажу, что только для меня, да, для него, наверное, это тоже праздник. Придумать, приготовить, подать, красиво оформить. В любом случае приходят друзья, знакомые, соседи. Естественно, когда ты готовишь стол, это всегда праздник. И, естественно, вкладываешь именно ту радость и то свое отношение позитивное, то, что ты, собственно говоря, делаешь в этих кулинарах, в каких-то там блюдах. Очень интересно, Валерий, а какие фирменные у вас коронные блюда за праздничным столом? В основном рыба. Разная зависимость. Но каждый раз эксперименты. Вы такая творческая семья, я уверена, что у вас история знакомства связана с творчеством. Так это? Ну, конечно. Где же мы познакомились? Как мы в храме? Ну, да. Конечно. Расскажите, пожалуйста, поделитесь с нами. Я, ты, он, она. Единодушие какое, как приятно. Я со своей позиции, как я узнал Валеру. Он меня узнал, говорит, гораздо раньше. Ну, чуть раньше. А я... Ну, в смысле, не то, что узнал. А в силу того, что как-то внимания у меня больше, чем у нее. Я же все-таки режиссер. Он же все-таки режиссер. Глаз наметом, да? Да, у нас было какое-то мероприятие, где я искала судорожно по театру мужской пиджак. А дело было, по-моему, летом. Летом, да. Летом. И пиджака нет. И нет, народа нет. Потому что народ... С середины июня уже, это, сезон закрыт был. Да, народа нет, пиджаков нет, всех жара, все ходят в майках. И вдруг, я вижу, в сторону служебного входа идет такой импозантный, такой явно не местный парень. У него тогда была длинная косичка, хвостик такой длинный, черный пиджак, черные брюки. Весь такой странный, бородкой. Пиджак был клетчатый. Маленькая деталь. Мне кажется, черный. Нет, ну не важно. Я невнимательна. Мне прощается. Вот. И он подходит, здравствуйте, такой вежливый, такой скромный. Здравствуйте. Я говорю, вы к нам? К вам? Ну, я-то не знала, оказывается, что он уже был наш в тот момент. В тот момент. Вот уже отработал. Да, я знала. Я не была занята в этих спектаклях и как-то не пересекались. Просто видела, что он проходил в театре, там, чего-то. Я говорю, а можно одолжить ваш пиджак? Он нашалел, как-то наглости такой не ожидал. Я говорю, ненадолго, не волнуйтесь, я вам верну. Где вы будете, где вас найти в театре? Он говорит, у Лазарова будете? Да, будут, да, будут. В общем, я отобрала пиджак, сыграла свой номер. Принесла, и выяснилось, оказывается, что это наш режиссер, что он работает у нас, и что его мама даже работает у нас, которую я очень хорошо знаю, с которой я даже, несмотря на ее возраст, мы с ней на ты, мы с ней чуть ли не подружки. Так выяснилось, что это, оказывается, режиссер. Он закончил Щукинское училище, весь такой грамотный, весь такой умный. Ну, это просто было знакомство. Все, ваша версия. Ваше впечатление. У меня какие версии? У меня никаких, как бы, особо таких версий нет. Но единственное, что могу сказать, что когда я приехал, это вот вся эта история, которая сейчас Анжелика в деталях поведала, это был аж 98-й год, по-моему. Вот. И я тогда только вернулся, конечно, из Москвы после института. Ну, вообще, меня долго... У меня 10 лет не было здесь, в городе, это такой момент. Дочки. Да. Творческий. И в творческом, в том числе. Вот. Я посмотрел спектакли, естественно, и... Ну, я не знаю, мне как-то так вот показалось, что... Вот есть понятие, твой человек, не твой человек. Да. Мне тогда показалось, что это мой человек. И надо как-то попытаться, да, найти точки соприкосновения, как-то к этому человеку подойти и так далее. А тут вот эта самая история, то есть я к ней особо как бы и не подходил. Тут ни с того, ни с сего. Дай пиджак, мне надо. На. А следом не последовало приглашение в вашу работу в качестве актрис? Конечно, в сказку сразу. В сказку. Сразу, да. Сказка, потому что сделать хорошую сказку, это, пожалуй, я бы сказал, даже сложнее, чем поставить какой-нибудь спектакль там по Шекспиру там или по Толстому и так далее. То есть сделать хорошую сказку, сделать это так, чтобы детям это было интересно. Не каждый актер, во-первых, может на это пойти. Она у меня за 20 лет отработала в сказках столько, чтобы мама не горюй. То есть получается, любовь с первого взгляда это понятие существующее, или это осознание, эти чувства пришли позже уже? Вот с первого взгляда абсолютно, а вот все остальное это уже потом. Это уже вот когда я рыбу готовлю, это уже потом. Анилика, а вас как, завоевывали, или это тоже была любовь с первого взгляда? Нет, никто меня не завоевывал. Мы как-то начали общаться, мы начали делать какие-то проекты общие, такие маленькие. Стали... Ну, в основном, вот по секрету от мужчин скажу, что женщина ценит мужчине? Знаете, что? Что? Не глаза, не ноги, чувство юмора. Вот я согласна, абсолютно. Он настолько шутил так здорово и классно, что мы постоянно смеялись, постоянно находились в каком-то кураже, вот в таком. А потом нас еще назначили в один спектакль на роль близнецов. Сказали, что мы очень похожи. Это было очень смешно. Одно лицо было. Она особенно профиль. Да? Профиль. Вот так. Мы долго смеялись, особенно рост тоже у нас. 25 сантиметров разницы. Ее пытались приподнять как-то. На что я сказала, говорит, давайте отрежем вот так по секрету. И мы будем одинаковые. Нет, но смех смехом мы гримировались. У меня тогда были длинные волосы, у меня тоже полудлинные. Мы садились вот так в гримерной, в зеркало, и он рисовал мои брови, а я рисовала себе его губы. Что там видно со сцены? Ну, это как-то... Придавало уверенности, да? Да, вроде как мы вот... Ну, это Шекспирт. И на это все плюнули, и купили нам два одинаковых парика. Да. Вот сели, ну, водка, и вот. Одинаковые парики, одинаковые костюмы. А ничего, что там, ну, рост, бог с ним. Ну, я училась ходить как мужчина. Мне... Ему не надо было быть похожим на женщину, а мне надо было быть. Да. Двенадцатая ночь. Это двенадцатая ночь. То есть работа, получается, вас очень сплотила. А в семье два творческих человека, как уживаются? Мне кажется, по-другому и невозможно. Я бы не смогла. Я бы точно. Ну, в любом случае, эта сцена, это, ну, целыми днями там. То есть дома что? Дома утро и вечер. А вся жизнь там. Ну, знаете как, есть свои большие очень плюсы. Я устала, он поймет, почему я устала. Он не хочет чего-то делать, я пойму, почему не хочет. А если очень строгий муж, который против всякого вот такого, особенно на дополнительных каких-то часов репетиции, как правило, это же не строго 8 часов. Не нормированный рабочий график. Да, иногда это с утра и до позднего вечера и так несколько дней подряд. И дома хаос, и дома не хочется ничего не готовить, не убирать. Это плохо, конечно. Ну, все мы не без греха, что ты поделаешь. Ну, бывают зато приятные моменты, когда муж может взять на себя какую-то часть работ, забот, и это не считается не мужским занятием. Почему? Да. А мне кажется, что вот просто часто говорят актрисы, только не актер-муж. Может быть, вот в этом и секрет, что не актер, что режиссер и актриса. А, может быть. Да, и вот тут вы сошлись, мне кажется. Может быть. Нет, ну я актер не плохой. Нет, я не спорю, конечно. А знаете, почему актриса не хочет, чтобы был актер? Потому что актер-мужчина это меньше, чем мужчина. Женщина-актриса это больше, чем женщина. Я так считаю. И тогда идет такое вот... Противостояние, да. Даже не противостояние, а еще хуже. Борьба за славу. Кто больше прославился, я сегодня или ты, кому больше цветов подарили, это ужасно. Конкуренция такая внутри семьи. Да, да. Самое главное, не как бы, как на театре говорят, мухи отдельно, котлеты отдельно. То есть вот мух надо всех оставлять там, на работе, а котлетами заниматься дома. И тогда неважно, оба артисты или там режиссеры, артистка, либо вообще разные профессии. Дело в том, чтобы в доме, внутри дома, вот не тащить туда... Все сработает. Да. С собой. Это очень сложно, особенно когда вместе работаешь в одном коллективе, в одной структуре. Хочется все обсудить. В любом случае оно перетаскивается, да. И вот ловишь себя иногда так, все, стоп, до свидания. Это завтра. А сегодня это другое. Вот это, видимо, главное. На этом, видимо, семья и должна строиться. Нельзя тащить свои проблемы оттуда в семью. И с семьи туда. Пока мы с вами сидели, общались, у меня пришла идея в голову. Может быть, сыграем в игру? Вы закрываете глаза. Мы задаем вопросы. Вы просто показываете... Это сейчас везде игра. Вы просто показываете, кто вы... Психомоторик? Нет. Я задаю вопрос, например. Кто главный в семье? И вы просто показываете. Я? А, с закрытыми глазами. А, с закрытыми глазами. И просто интересно, как сойдутся вопросы. Мы делимся. Мы что-то присоединились к вопросам. Давайте. Угу. Так. Кто первый уступает? Кто смешит? Кто хозяин пульта в вашем доме? За кем последнее слово? Кто извиняется первый? А кто первый признается в любви? Так, получили ответ. Есть с чем вопросом идти? Ну, мне хочется спросить, кого вы считаете главным в доме? Собаку. Принимается такой ответ. Спасибо вам большое. Да, вокруг нее все. Все открыто. Да, все вокруг нее. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам сегодня. Да, всегда нам мало, конечно, общения с вами. Это правда. Я хочу еще капельку добавить, что мы такие мудрые и умудреные, потому что 18 лет, вот сейчас у нас позади, в этом году. Было 18 в этом году. Более. Да, то есть это 18, как мы поменчались, а так 20. 20. 20. И каждый день и печный бой. И это хорошо. Это нет болота. Ну, слава богу, что покой только снится. Это покой нам только снится, нет, не будет покоя. Потому что если вдруг что-то становится очень тихо и гладко, у кого-то что-нибудь, какие-нибудь идеи, хорошие или не очень, или еще, типа ремонта, или типа поездки какой-то, или покупки какой-то огромной, или, я не знаю, перемены места работы, это тоже стресс. И начинается жизнь сначала. Обновление такое происходит. Ну что же, мы вам желаем еще много-много дат вместе встретить, и чтобы вы точно так же счастлива душа в душу прожили совместно всю оставшуюся жизнь. Спасибо за опыт, которым вы делитесь с нами и в профессиональной среде, и в личном плане. Нам очень приятно, и очень рады были вас видеть. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Завтра в Нижнем Новгороде пройдет «Балабанов-фест», посвященный творчеству и наследию Алексея Балабанова. Гости фестиваля узнают, как знаменитый режиссер был связан с Нижним Новгородом, и почему его фильмы остались в истории кинематографа, и какими вообще были его невоплощенные проекты. Откроется фестиваль камерным концертом, и в рамках фестиваля пройдут всевозможные мастер-классы, читка сценария неснятого фильма, кстати, Алексея Балабанова, лекции «Как правильно смотреть Балабанова», и посетители фестиваля узнают вообще, как раскрываются смыслы картин даже спустя четверть века. Очень интересно. Для того, чтобы послушать звезд мировой величины, уже не нужно ехать в другую страну или в другой город. Достаточно найти ближайший виртуальный концертный зал, оборудованный высококачественной звуковой аппаратурой, которая создает эффект присутствия на концерте. Ежегодно их открывается не менее 80, особенно актуально это для тех меломанов, у которых большая разница во времени с регионом, где будет проходить концерт. Так, например, жители Владивостока смогут виртуально посетить выступления в Москве, несмотря на разные часовые пояса. Здорово. Вчера в колледже культуры состоялся творческий вечер, посвященный юбилею композитора, дирижера и педагога Тамерлана Хусроева, которого называют первооткрывателем самородков в плеяде дирижеров Осетии. А сегодня он у нас в студии. Здравствуйте. Проходите к нам, пожалуйста. Поздравляем вас. Спасибо. С юбилеем. Пересаживайтесь. Расскажите, очень интересно, как прошел творческий вечер, от кого вы принимали поздравления? Творческий вечер прошел, ну, с искренним отношением всех тех, кто пришел на этот вечер. Я встретился с людьми, которые были доброжелательными, от которых шло добро, которым было интересно творчество осетинских композиторов. Я имею в виду не только себя, а вообще-то весь пласт музыки осетинской. Вот. Там выступали разные музыканты, разные солисты, разных, что ли, возрастов, эпохи. Но все это было интересно, в праздничной атмосфере прошло. Ну, говорят, что день рождения грустный праздник. Вот для вас как? Юбилей 60 лет, юбилей 70 лет. Разные ощущения? Ну, юбилей у меня еще будет впереди. Вы правы. А в этом году не юбилей у вас? Ну, юбилей, да. Ну, я имею в виду не сегодня, не завтра. Ну, да. Но, тем не менее, устроили же праздничный вечер. Это была просто творческая встреча. Ага, понятно. Какие проводятся? Ну, каждый год я это делаю тоже, ну, как бы, систематически. Для того, чтобы отчитаться перед слушателем, встретиться с ним, поделиться своими, что ли, наработками. И такая связь обязательно нужна человеку, который занимается творчеством. Ну, а с той профессией, которая у меня, это просто необходимо. Для того, чтобы поддерживать связь и обратную связь в том числе. Ну, вы не только невероятно талантливый музыкант и дирижер, а также очень успешный педагог. Вы воспитали целую плеяду, да, успешных, знаменитых музыкантов, чьи имена на слуху у всех. Но поначалу, насколько нам известно, ваши коллеги немного со скепсисом относились к тому, что вы воспитываете молодых дирижеров. Ну, вы очень добры ко мне, я о себе немножко более скромного мнения. Но вы правы, действительно, юные дирижеры, скажем, вот этого нигде нет. Как правило, расхожее мнение о том, что дирижирование – это вторая часть жизни. Когда человек приобретает опыт жизненный, музыкальный, когда у него сформировался свой взгляд на вещи, на явления, и сопоставляя факты, он может передать что-то интересное. Это и режиссер, это и писатель, это и художник, это и сценарист, это и организатор, это даже и предприниматель. Вот все в одном лице. Это необходимые качества, которые нужны дирижеру. Он управляет коллективом, причем очень сложным коллективом. Это все музыканты. Очень часто в оркестре, особенно в таких вот известных оркестрах сидят профессора, сидят лауреаты конкурсов, они все в оркестре. И почему кто-то нами должен управлять? Значит, нужно заявить о себе нечто такое, что ты имеешь право управлять этими людьми. И это управление должно быть абсолютно уверенным, бескомпромиссным. Этого здесь не допускается, только во вред идет. Очень, кстати, похожая профессия с профессией военно-начальника. Причем высокого ранга. То есть там нужно выработать такие критерии, такие решения, которые не имеют права на ошибку. Вот. Это вот с этой профессией родители. Но там многое такое, что требует особенных возможностей, которые воспитываются у человека. Потому что за дирижером никто не рождается. И это и интересно, и трудно, и пытливо. Вот вы и дирижер, и композитор. Как вы считаете, может ли дирижер вмешиваться в то, что создал уже композитор? Подправлять где-то что-то? Ну, вы знаете, смотря с какой точки смотреть, если касается этого текста, он не имеет права вмешиваться. Это так же, как актер говорит, имеет дело с текстом. Но он может сказать, быть или не быть, быть или не быть, и смысл меняется. Так же и дирижер, меняя фразировку, меняя очень много моментов, компонентов, из которых состоит музыкальная ткань, меняет саму мысль. И здесь бесконечное количество вариантов. И это требует, конечно, очень большого интеллекта. Не только таких практических знаний музыкальных, потому что, ну и, конечно, умение очень, скажем, быстро и хорошо мыслить. Скорость мышления имеет значение. Память имеет значение. Реакция имеет значение для дирижера. Все имеет значение. Потому что если вы читаете одну строчку, это одно. А если вам предложат читать две строчки одновременно, это другое. А если вы читаете 30 строчек, для этого нужны особые какие-то технические возможности, связанные с возможностью человеческого мозга, ума. Это все тренируется, это все отрабатывается. И каждодневная работа над собой. Но это возможно, это техническая часть. Гораздо труднее интеллектуальная часть. Я бы сказал так, интеллектуально-эмоциональная часть, содержательная часть, это самое главное. Все остальное идет как средство выразительности и подчиняется главному содержанию. Я понимаю, почему ваши ученики имеют такой успех, потому что, мне кажется, действительно даже сейчас нам со стороны чувствуется, что у вас действительно есть вот этот дар педагогический, огромный, помимо, конечно, вашего таланта, огромного. Я слышала такую историю о том, что вы делали первую дирижерскую палочку для выступления нашего земляка, достаточно именитого, уже хоть и молодого, Тимура Зангиева. Ну, Тимур Зангиев, да, уже известен очень многим. Как вы знаете, он недавно вернулся из Италии, дирижировал в Раскало. Это очень высокая оценка. Но не только, он очень востребованный сейчас дирижер, один из самых востребовательных дирижеров в России и вот и за рубежом. Поэтому с ним очень много разных историй связано. Вот, и недавно он приезжал, у него был здесь концерт, он пришел к нам в класс, работал с маленькими, с юными дирижерами. Вот, и они все как-то к нам, Тимур приедет, вот, они подготовились. Но мне было очень приятно, что он, он навещает нас постоянно. Вот он приезжает, и первый звонок к нам, первый приход к нам. Несмотря на его очень большую занятость. А какие у вас взаимоотношения с вашими учащимися студентами? Это больше дружеские, доверительные, либо все равно нужно, необходимо соблюдать дистанцию, субординацию? Да нет, этого нету. Я их даже боюсь, честно говоря. Почему? Вот, ну, они меня щадят. Они мне прощают все. И как бы, ну, от этого мне чуть-чуть полегче. Вот, но, вы знаете, нельзя сказать, что я все время как-то кого-то учусь. Я сам учусь. И учусь, вот пока я вот сейчас существую, я учусь. А сейчас вы над какими композициями работаете? Можете с нами поделиться? Ну, вы имеете в виду, наверное, то, что я планирую в дирижерском отношении со своими учениками или... Глобально, мы говорим. Глобально. Но у нас мыслей много. Вот скоро будет День славянской письменности. И там предстоит дирижировать вот молодым ребятам, троим дирижерам. Это много очень, потому что дирижер это вот такой штучный, что ли. Ну, не хочу говорить штучный товар, немножко. Вот, ну, так понятно просто бывает. Нельзя в массовом количестве производить дирижеров. Это очень редкое явление. И чтобы вырастить такого человека, нужно очень много сил затратить. Во-первых, в отличие от всех других, кто занимается музыкой, они играют или учатся сразу на нескольких инструментах. Кроме того, еще и учатся дирижировать. Кроме того, еще они занимаются инструментовкой и сопутствующими предметами, которые с этим связаны. Вообще-то, умение инструментовать для симфонического оркестра – это очень высокий, очень сложный интеллектуальный труд. Этим немногие владеют, только вот такие вот считанные композиторы. Ну, и ребята нашего класса этим искусством владеют уже. Они уже инструментовали сочинения, которые звучали в прошлом году на дне славянской письменности, интеллижировали это с оркестром на площади. Вот, возле дворца культуры металлургов. В этом году тоже будет юбилей сразу нескольких осетинских композиторов. Это Ацамаза Макойла. Это Бориса Кукаева, Лоисы Кануковой и Зинаида Хабаловой. И все эти сочинения, они тоже будут исполняться в их инструментовке. За исключением некоторых сочинений. Потому что для меня было важно, чтобы они познали оркестр изнутри. Это их труд. Ну, и кроме того, Ольга Георгиевна Джанаева, руководитель хора «Ариона», которая как бы ходит в число организаторов вот этого фестиваля, который происходит при большом скоплении людей, там участвует тысячный хор, все музыкальные школы республики, вот, и большой симфонический оркестр. Она заказала произведение специально для этого фестиваля. Я ее спрашиваю, так что, это должна быть песня? Нет, это должна быть не песня. Я говорю, что это должно быть что-то более развернутое по форме. Ну, и тогда я ей предложил, вернее, я написал его, ну, очень быстро. Буквально на следующий день у меня сочинение было готово в голове. И дальше вот несколько дней ушли на то, чтобы его записать, оформить в ноты. Это сочинение имеет свою программу, где взяты эпизоды из книги Франсуа Сент-Экзепри «Маленький принц». Это все посвящено детям. Самому ценному, что у нас есть в нашей жизни – детям. Вот такое вот светлое сочинение. И оно будет звучать с симфоническим оркестром и с детским хором. Вернее, с тысячным хором, где будут звучать. У меня уже мурашки по коже, а я еще даже не слышала. Вот. И будет дирижировать молодой дирижер, которому 12 лет, Артур Хохоев. Он сам сделал инструментовку для симфонического оркестра. И вот вчера на Звольщицком вечере он это дирижировал. Правда, без оркестра пока. Было два рояля и хор был несколько. Три наших самых лучших хора. Хор Оли Джанаевой, хор Первой музыкальной школы, руководитель Березанская и хор, детский хор Музыкальной школы при Министерстве культуры, руководитель Ходова Залина Александровна. Вот три этих коллектива. Это тоже большой хор, но по сравнению с тем, что должно предстоять, это хор как бы в миниатюре. На самом деле очень отрадно, что у нас много таких талантливых детей, такое талантливое подрастающее поколение. Наши режиссеры подсказывают, что у нас есть очень неожиданный телефонный звонок. У нас на прямой связи Ирина Гуржебекова, которая хотела бы обратиться к вам, Тамерлан. Ирина, здравствуйте. Вы нас слышите? Да, конечно, я вас слышу. И мы вас слышим. Здравствуйте, Ирина Георгиевна. Добрый вечер. Можно пару слов сказать, да? Конечно. Я приветствую с большим удовольствием всех присутствующих и молодежь, ведущих, ну всех. Тамерлана особенно. И вот почему. Вы знаете, дорогие участники передачи, перед вами уникальный человек. Уникальный. Потому что все свое творчество, всю свою душу, все свое сердце он отдавал своим ученикам, которые сейчас прославляют и республику, и страну. Я неоднократно писала в газете и повторяю еще раз по телевизору, по телевидению вернее, что несправедливо, что этот уникальный, замечательный человек, я бы сказала, творец, творец, не имеет российского звания. У него только наше звание, вы понимаете, мы не видим в упор всех, кто рядом. Счастья, удачи, здоровья всем участникам. Тамерлан, вперед! Спасибо, Ирина. Всего доброго вам всем. Спасибо, Ирина, спасибо за такую пламенную речь, за такую эмоциональную. Ну, она очень добра к нашему классу и ко мне лично, поэтому... Ну, вы знаете, мы присоединяемся к тому, что сказала Ирина, мы полностью поддерживаем. Это несправедливо, и мы требуем звания. Ну, не хочется в этой студии... А вы не говорите об этом, обо всем. Все заслужено, на самом деле. Это совершенно не главное, и вообще человек не должен обращать на это внимание. Так и как-то я очень индиферентно отношусь к этому, поэтому... И правильно, вы творческий человек. Спасибо, но значения это не имеет вообще-то. Спасибо вам большое за такую приятную беседу, за то, что всегда радуете нас вашими успехами, успехами ваших учеников. Очень рады были впервые видеть вас в гостях в нашей кофейне, импровизированной. И будем рады вас видеть вновь. Ну, мне тоже взаимно видеть вас, таких приятных в беседе, таких умниц и таких красивых, как вы. Кроме того, я рад всегда победе молодых людей, которые бывают. Вот здесь вот сидят люди, которые тоже отличились. Вот, поэтому я хочу всех поздравить с этим. Это приятно, особенно, когда это в Осетии происходит. Значит, мы движемся вперед. Удачи вам всем. Спасибо вам большое. Спасибо взаимно. Спасибо. Спасибо большое. На этой неделе у нас куча новостей про футбол. Так, это я люблю. Пожалуй, начнем. Самое главное, жаль, что не счастливая новость. Алания в полуфинале Кубка России встретилась в гостевом матче с московским «Динамо». К сожалению, нашим ребятам не удалось одержать победу. После напряженных 90 минут счетов табло оставался 3-0. Комментатор просто не переставал говорить. Вот это атакующий футбол. Тот футбол, который нам нужен. Ну и болельщики. Просто колоссальная поддержка. Вся трибуна была в красно-желтых цветах. И самый главный баннер, на мой взгляд, на котором было написано «Мы хотим играть в футбол». И ребята действительно от игры к игре показывают то, что мы хотим играть в настоящий футбол. Очень приятно за этим наблюдать. И мне кажется, ни один болельщик не ушел со стадиона равнодушно, потому что, несмотря на счет, обе команды, мне кажется, показали настоящую, яркую, горячую игру. Мы только начинаем опять заявлять о себе. Согласна. Американский бизнесмен Тот Бой Ли подписал соглашение о покупке лондонского футбольного клуба «Челси». Принадлежащего российскому бизнесмену Роману Абрамовичу. Сумма сделки составляет около 5 миллиардов долларов. Напомню, в марте Абрамович был включен в санкционный список правительства Великобритании. Теперь активы российского предпринимателя в Великобритании заморожены. На фоне введенных санкций руководство английской премьер-лиги отстранило бизнесмена от должности главы футбольного клуба. Вот как-то так. Забрали клуб, который вкладывал очень много сил и средств. Но мы надеемся, что все будет лучше. Пусть выберет какой-нибудь российский клуб. Вот нам не хватает этого, мне кажется. Такие клубы, как Краснодар, Ланя, это очень много. Да, мне кажется, много клубов в российской премьер-лиге и ФНЛ нуждаются в таких щедрых спонсорах. Согласен. Печальная новость. УЕФА отстранил российские футбольные клубы от следующего международного сезона. Российские команды не смогут принять участие в Еврокубках, Лиге наций, чемпионате Европы, женском Евро, а также в квалификации женского чемпионата мира на 2023 год. Кроме того, УЕФА отклонил заявки на Россию на проведение чемпионатов Европы по футболу в 1928 и 1932 годах. В РФС заявили, что категорически не согласны с решением УЕФА. Ну, как ты думаешь, что-то может еще поменяться? Мне кажется, нет. Вот спорт видне политики. Да, действительно. Но все же, надеяться, мы можем продолжать. Никто нам не помешает в этом. На этой неделе, на самом деле, новости очень неутешительные, но мне есть чем порадовать тебя и наших телезрителей тоже. Любительский футбольный клуб «Малаканка» стал победителем всероссийского турнира по футболу среди команд, участвующих в турнирах под эгидой LFL World. У нас сегодня в гостях руководитель Лиги LFL Аланс Хавребов, лучший нападающий турнира LFL Суслан Сакоев и лучший вратарь турнира Олег Козаев. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы поздравляем вас с победой. Какие эмоции вы испытываете? Показали отличный результат. Очень много обошли крутых, сильных команд. Что чувствуете? Ну, самые положительные эмоции. Мы очень рады, что попали туда, очень рады, что там победили. Была хорошая организация турнира, были хорошие, сильные соперники. Ну, мы рады, что оказались сильнее стильных, как бы это ни звучало, гордо или как-то по-другому. Также у нас в студии находится просто восхитительный трофей. Спасибо, ребята, за их самоотверженность, большой труд. Он очень красивый. Надеемся, что это первый из ста, как говорится, и так далее. Да. Спасибо. Спасибо. Подскажите, пожалуйста, команда называется «Молоканка». Все ли игроки являются жителями «Молоканки»? Нет, не все игроки. Ну, так сложилось. Основатель вообще, кто этот клуб организовал, Эдуард Кулов, он наш главный тренер. Он сам с «Молоканки». Ну, и несколько человек оттуда. Мы просто собирались в определенные дни, недели, играли между собой футбол. И вот когда появился этот «Лига ЛФЛ», он решил собрать команду. Мы все как бы знакомы. И вот объединились под этим названием. И она удачливая у нас. То есть в команду игроки набираются по принципу знакомства, да? Ну, не то, что знакомств. Мы все объединили одной идеей. Мы любим футбол. Страсть к футболу. Самая популярная игра в мире. Мы в него неплохо играем на этом уровне. Вы это доказали. Очень скромно об этом рассказывали. Жесткий отбор проходили участники, команда, игроки, прежде чем попасть в состав? Ну, я бы не сказал, что он был какой-то жесткий. Вы собрали наверняка самых сильных, учитывая, что этот кубок сейчас стоит у нас в студии. Ну, можно и так сказать. Можно и так сказать. Ну, мы очень много друг друга знаем давно. Но нас, я же еще раз говорю, обвиняет одна идея – футбол. И вот как-то так получилось, что мы смогли добиться такого результата, вышли на хороший уровень. Команда является очень эмоциональной, широко известна об этом. Как это сказывается на игре и как это помогает вам? Ну, я думаю, что финал это и доказал, что команда эмоциональная. Как на турнире говорили, что вы проявили осетинский характер. Мы проигрывали со счетом 2-0 по ходу встречи. 3-1. Ну, до конца обиделись в меньшинстве. После чего было в меньшинстве удаление, да. И мы в меньшинстве смогли забить два гола и перейти в серию пенальти, где наш вратарь нам очень сильно помог. Не зря он лучший вратарь турнира. И мы победили. Мы без наших нападачек, мы так бы не справились. Но в целом команда проявила характер. В меньшинстве мы до конца давили. У нас такая философия – мы всегда играем вперед, в атаку. Получилось дожать соперника, сравнять счет. Ну, а дальше уже фортуна нам больше улыбнулась. Играть в атаку – это очень свойственно осетинскому футболу, что радует. Я знаю, что у нас есть кадры с финальной игры. Я предлагаю нам еще раз всем вместе посмотреть и вспомнить, как это было. Играть в атаку – это очень сложно. Вратарь хладнокровно до последнего стоял. Это было просто восхитительно, на самом деле. На самом деле, да, наш вратарь все пенальти угадал. Буквально один или два пропустил. И то, даже, который пропустил, он сумел достать, где штанга, где нефортануло. Можно сказать, серию пенальти он выиграл один. Ну, и, конечно же, победный гол. Наш нападающий Арсен Цахоев отличился. Ну, на апартануло, можно было сказать так, весь, всю игру. И мы выиграли. Такой вопрос. Готовились ли вы к серии пенальти заранее? Ну, может быть, тренировали. Заранее готовились, нет, такого не было. Мы вообще настраивались в основное время победить. Вот так вышло, изначальная игра очень тяжело пошла. Пропустили быстро два гола. Потом один забили. Третий гол пропустили. Там была моя ошибка, такая большая. Сейчас Катя очень вину чувствовал перед командой. Ну, вот момент с пенальти. Он немножко команду подбодрил. Мы поняли, что еще можем. Есть время. И подавили соперника. И забрали этот кубок себе. Алан, вы руководитель лиги. Расскажите вообще, как вы к этому пришли? И как решили создать турнир? На самом деле, идея создать лигу принадлежит человеку, который вдохновил всех нас. Это Василий Гогловев. Это наш идейный вдохновитель, который также любит Осетию, также любит футбол. Который побывал во многих регионах и увидел уровень организации любительского футбола в других местах. И решил подарить что-то похожее нашей Осетии. И с тех пор мы совместно тратим все свои силы на то, чтобы в Осетии футбол развивался и был достойный уровень. А так как наши ребята играют на этом самом достойном уровне. А вообще, какое внимание сейчас вы чувствуете со стороны к любительской лиге? Насколько активно есть желающие, которые хотят к вам присоединиться, тоже начать играть? Желающих в Осетии играть в футбол огромное количество. Как мы все с вами знаем, у нас этот спорт очень популярен. И, блин, про внимание, что можно сказать. Мне приятно, что мои соседи, родственники где-то находили какие-то ссылки, смотрели, как играют наши ребята. Болели, это было для меня неожиданно. Я не думал, что такой большой охват будет у просмотров в Осетии. Но, как видите, почти весь город говорит о победе этих славных парней. Это очень заслуженно, я считаю, на самом деле. А кто-то из вас успел поиграть в профессиональных клубах? Ну, в профессиональный футбол у нас в команде пару человек играло. Это центральный защитник Таутиев Аслан. Он играл и во второй лиге, и в ФНЛ поиграл за Болгарию. А так прям, что вот кто-то еще вроде бы. Нет, все вот на местном уровне. Пока что не было предложений, да? Да, пока что нет. У нас много хороших ребят, которые часто заявляют о себе. Я думаю, за них еще мы узнаем. Есть один интересный вопрос к Алану. В сборной Германии чемпион мира 2006 года, когда стала сборной Франции в 2018 году, очень сильно хвалилась тем, что они очень сильно вкладывались в детскую школу футбола. Насколько я знаю, вы занимаетесь этим направлением. Хотелось бы услышать об этом вопросе. Да, совместно с экраном «Матрос молодежи» у нас есть возможность. Мы помогаем детям с ограниченным состоянием по здоровью, с ОВЗ. Мы проводим им бесплатные тренировки, проводим им турниры, предоставляем им различную экипировку. И, кстати говоря, в нашей группе всегда ведется набор. Все происходит на бесплатной основе. Мы хотим, чтобы эти дети могли играть точно так же, наравне с обычными детьми. Какие игры мы, в принципе, ими проводим. И очень приятно смотреть за тем, как со временем наблюдается рост профессионализма. Если раньше они играли чуть слабее, сейчас уже мы можем быть за них спокойными и со спокойной душой выставлять на турнир и ждать от них призовых мест. А что касается вашей непосредственно команды, очень интересно, у вас есть тренер? Либо вы собрались сами, и вот на своем опыте, на своем собственном мастерстве вы двигаетесь? Ну, как я изначально говорил, у нас есть тренер. Также, можно сказать, основатель этой команды – Эдуард Кулов, который нас собрал всех, объединил, чтобы выступили в этой лиге. Вот к чему это и привело. И который получил награду лучше тренера. Да, как лучше, что они встал у нас на этом турнире. Ну, несмотря на то, что лига любительская, какие нагрузки у вас? Они такие же серьезные, как у больших профессиональных спортсменов? Потому что даже вот тот фрагмент, который мы видели, видно, что требует огромной, помимо самодачи, определенного уровня мастерства и, конечно, таких серьезных тренировок. Ну, прям вот сравнивать с профессиональными тренировками нет, но на турнире бывают 2-3 игры за день. То есть ты должен быть в кондициях постоянно. И вроде так все. Ну, у вас таймы меньше, чем в футболе, да? Они по 45 минут? Ну, по времени, да, они по меньше, да, по 25 минут. Бывает где-то по 30 минут, в зависимости от регламента турнира. Ну, физическая форма должна будет присутствовать. Нехорошая. Несколько интенсивных игр, это очень сложно. Даже по 25 минут. Не могу просто на тебя смотреть, это блеск кубка просто... Затми у меня, да? Да, спросить. Нет. Хочется спросить, где же он будет храниться, медали кубки? Будет он храниться у нашего спонсора. Я хотел бы выразить слова благодарности в лице ресторана игры Олегу Газаеву. Он спортировал нашей команды с самого начала. Сам проявил инициативу. Помогает нам и финансово, и с формой, и с инвентарем, со многими вещами. Хотелось бы, чтобы больше людей, бизнесменов в нашей республике обратили внимание на нашу лигу. Также помогали другим ребятам, потому что это очень сильно, ну, влияет на ихнюю, ну, и самодачу, и на все, да, чтобы они могли себя проявить, показать. И вот у нас в ресторане есть специальное место, где хранятся все кубки, которые мы завоевали. И этот чемпионат, который мы выиграли здесь, в республике, и этот кубок, все будет храниться там. Там музей уже небольшой у нас. Ну, мы вам желаем, чтобы он только пополнялся наградами. Какие у вас планы на ближайшее будущее? Вы сейчас уходите на перерыв после такого интенсивного сезона и будете собираться, может быть, потом на сборы? Нет, перерыва у нас пока не будет. Сейчас идет чемпионат, мы в него играем. Чемпионат местный, республиканский? Да, да, да. Поэтому пока перерыва у нас не наблюдается. А параллельно, насколько было сложно, да, вы выступали и на местном турнире, и на всероссийском, вот сложно было совмещать? И выступали еще и на нашем турнире, представьте. Ну, сложно, но мы любим футбол, поэтому для нас это нормально. Это здорово, на самом деле, когда с такой самоотдачей относятся к делу, которым они занимаются. А у вас сборы какие-то бывают? Вот такая интенсивная подготовка, когда вы прям усиленно занимаетесь, готовитесь к началу сезона? У нас нету, потому что, ну, каждый из нас занят своим еще личным делом. И поэтому у нас есть определенные дни в неделю, когда мы занимаемся вместе, играем, тренируемся, ну, отрабатываем некоторые моменты в футбольном плане. Ну, что ж. Вопрос один от себя задам. 28 мая будет финал Триги Чемпионов. Реал Бадрид совершил просто великолепный камбэк. Чуть-чуть похоже на ваш. Вот в финале, как вы думаете, кто одержит победу? Ну, я не болею ни за одну, ни за другую команду. Я за красивый футбол в целом. Ну, Реал мне более предпочтительен в этом финале. Полностью вас поддерживаю. А я вас не поддерживаю. Потому что я болела за Барселону. Спасибо вам за ваши успехи, за то, что вы нас радуете. Вот этот замечательный кубок пусть будет только началом ваших больших побед. Пусть ваша коллекция пополняется различными медалями высших проб. Спасибо большое. Спасибо. И желаем вам развития лиги. Спасибо. Спасибо большое. Ну, я очень рада тебя вновь видеть. Я с таким удовольствием послушала вашу беседу. Правда, успехов вам, ребята. Только вперед, не останавливайтесь. Это обзайменно. Спасибо большое. Спасибо. Наш эфир подошел к концу. Я, собственно, почему пришла? Чтобы вас уже деликатно заканчивали. Смотрели все девочки заканчивают в прошлый раз. Мы тебе все равно бы не дали эту возможность закончить без нас. Наших телезрителей, как всегда, хочется поблагодарить за то, что они пятничный вечер проводят в компании с нами, в вечернем шоу «Рафинад». Мы были очень рады, чтобы нас смотрели. По традиции, увидимся ровно через неделю. Всего доброго, хороших выходных. Пока. Пока. Хорошо? Спасибо.